Кристалл Туром ранее Кристалл нанес сенсационное поражение действующему чемпиону Симбирску и вплотную приблизился к тройке лидеров. Впервые перед командой замаячили медали по итогам сезона. В коллективе появилась, если не легкая эйфория, то приподнятое настроение точно. В тренировочном процессе добавилось еще больше эмоций. Команда вышла очень эмоционально на этот матч. Может быть поэтому несколько перегорели в начале. Вернуть соперника с небес на землю. С такой задачей вышел на площадку лидер чемпионата. Полный контроль мяча, полное территориальное и игровое преимущество. В начале встречи Кристалл не успевал и головы поднять, как одна атака на его ворота сменялась другой. И вот уже на шестой минуте Вячеслав Придылов пополнил свой бомбардирский счет не сильным, но точным ударом с близкого расстояния. Не прошло и двух минут, как в ворота Кристалла влетел второй мяч. Получилось весьма забавно. Голкипер Момбирейта Вадим Новичков в длинной передаче искал в чужой штрафной Виктора Злыдрева, а нашел гол. До мяча ведь никто не дотянулся. А это 2-0 в пользу Момбирейта к перерыву. Изначально мы не знали, как будет играть соперник, потому что вот они последние туры обыграли лидеров. И мы думали, либо будут они играть в прессинг, так как у них хорошая скамейка, либо от обороны. Решили начать сзади. Ну и вот поймали, скажем так, на контратаках. Где-то мастерство помогло. Ну и, соответственно, решили. И два мяча, конечно, это важный задел. Сейчас самое главное расслабляемся. Счет 2-0. Это самый такой счет противный. Надо сейчас сыграть в свою игру, как мы умеем. Пас, пас, пас. Через зад спокойно. Не надо гнать. Они так же играют от обороны. Они ждут наши ошибки. Сейчас они один не забьют. Будет другая уже игра. Игра действительно пошла другая. Теперь уже Кристалл действовал первым номером и заставил соперника обороняться большими силами. Получалось у Момбирейта не без труда, но довольно надежно. Когда Новичков спасал, когда сами Кристаллические медлили с последним ударом из убойной позиции. В итоге ворота Новичкова так и остались не распечатанными. Настраивались. Именно закончили сезон на мажорной ноте. В принципе, хороший сезон у команды. Хотели попасть в тройку. Но, наверное, к сожалению, сегодня данный шанс умер. А шансы Кристалла в матче против лидера умерли за две минуты до финального свистка. Когда за перебор фолов в ворота Загородникова судьи назначили дабл пенати. Вячеслав Прибылов пробил почти по центру ворот. Но очень сильно. Загородников проиграл и эту дуэль. 3-0. Момбирейт одержал 14-ю победу в чемпионате. Тяжело с такой командой постоянно играть в атаку, как Кристалл. Плюс еще, наверное, давлеет на нас результат. Нам обязательно нужно побеждать в оставшихся играх, чтобы стать чемпионами. Поэтому где-то преимущество мы, наверное, в подсознании оберегали. Играли больше на контратаку. Второй претендент на золото чемпионата Волга-Кайман также одержал сухую победу. Только она оказалась куда более внушительной. Девять безответных мячей отгрузили волжане Вертеру. Хет-трик на счету Дмитрия Рахманова. Прервал свою голевую засуху лидер Симбирска Андрей Манышев и помог горожанам обыграть неуступчивый контактор. 5-3. Кстати, и здесь нашлось место хет-трику. Его автором стал Евгений Садюхин. Матчи «Погода» и «Симкор» обошлось без бомбардирских подвигов. Шесть мячей на счету шести футболистов. Четверо из них выступает за «Погоду», которая победила 4-2. Таким образом, за два тура до финиша определились не только те, кто покинет Суперлигу, но и тройка призеров. Победа над контактором обеспечила Симбирску как минимум бронзовые награды. Шансы на инселье есть, но невысокие. При этом мобирейт уже точно ниже второго места не опустится. У «Волги» перспективы куда более разнообразные. Она может стать не только чемпионом, но и призером – серебряным или бронзовым. Все решится в ближайшие две недели. В споре бомбардиров существенные изменения. В тройку лидеров ворвался Радик Хайрулов, потеснив с педестала Виктора Злыдарева и Кирилла Селезнева. Правда, отставание от лидирующего Вячеслава Прибылова осталось прежним – пять мячей. Ведь в минувшем туре и Прибылов, и Хайрулов отличились по два раза. В следующем туре бомбардиры сойдутся лицом к лицу. «Волга» и «Мобирейт» сыграют друг с другом. У МЧС есть право на осечку, а вот «Волжанам» отступать некуда. При этом даже победа не гарантирует им первое место. Однако очевидно, что они будут цепляться за каждую возможность, поэтому предсказать итог поединка не осмелится никто.